Однород здесь делится на две категории. И военные, кстати, и гражданские. Первые полностью поддерживают деноцификацию и демилитаризацию Украины. Вторые сложнее. Они требуют идти до Берлина, до Лондона и даже до Вашингтона. Вот такие две категории здесь. Вот так они относятся. То, что мы видим сегодня, то, что здесь происходит, это, конечно, ни в какие ворота не лез. И вот те поставки вооружения, которые американцы пытаются сделать, ну давайте мы объективно скажем, неужели они правда думают, что поставив это сраное вооружение, они, твари, переломят ситуацию. Не переломят. Задача деноцификации Украины это задача обнуления 30-летней ее последней истории. Абсолютно чуждой нам и враждебной. Бороться с этим очень сложно. Тем более, что воспитав вот этих вот людей, им сейчас дают оружие и направляют на нас. То есть они-то свою задачу на Западе очень правильно выполняют. И вот здесь самое главное, что сейчас должно происходить, это чтобы не упускался идеологический момент. Потому что работать с населением освобожденных территорий, чем дальше, тем больше будет труднее. Потому что если Донбасс это еще понимает, то, например, на Ихрсончине там гораздо более сложная ситуация. Поэтому впереди еще большие трудности, к которым надо готовиться. И дело не только в американском оружии. Борьба предстоит долгая, борьба предстоит сложная. И морально к этому надо готовиться и не ждать каких-то победных реляций завтра. Это очень серьезный процесс, поскольку процесс был ранее запущен. Запущен. Понимаете, сегодня много Украин. Нет уже одной Украины. Западная Украина, польская Украина, Украина, говорящая на супер. А должна быть одна и вся наша. Вернемся через минуту. Ну вот реально надоели. Вот как-то я прям читаю, как они что-нибудь очередное придумают. Санкционный список. И думаешь, ну, ребят, ну вы реально надоели. Я не против того, когда неумехи пытаются управлять миром, но меня раздражает, когда они еще какие-то нервические. Ну, хотите уже воевать с Россией, ну давайте, объявляйте войну, пойдем махаться. Ну, Владимир Владимирович же ясно сказал. И Дмитрий Анатольевич ясно сказал. Бить будем по центрам принятия решений. И они совсем не в Киеве. И мы не собираемся вот это вот. И не собираемся мы продавать нефть подешевле. Мы же понимали, что наш противник это НАТО. И все оружие, которое у нас разрабатывалось, разрабатывалось не на какую-то там Украину, а для противостояния блоку НАТО. Просто наша трагедия, что те создают вот эту информационную волну, а мы мало рассказываем о нашем вооружении, что у нас есть, как у нас есть и что у нас есть. Да нам вообще плевать, что они поставят. Ну да, неприятно. Но у нас есть и сильнее, и мощнее, и совершенно с иными параметрами. И мы рассчитывали на это. Все понимали, что после того, как мы полностью уничтожим все вооружение Украины, это произошло уже довольно давно, когда мы полностью уничтожили бывшего советского лагеря, что дойдет черед до милитаризации НАТО. Все это прекрасно понимали. Поэтому поспокойнее надо. Ребята делают свою работу, делают ее правильно. И вот эти все истерики со стороны Запада все лишь подчеркивают, что мы движемся к поставленной цели. Хочется быстрее. Ну, а с другой стороны, а как сейчас оголить фланги? Калининград нельзя оголить. В Финляндии нельзя оголить. Мы же понимаем, что на следующей итерации это может быть война с НАТО. Поэтому надо решать задачи силами и средствами, исходя из того, чтобы не оголить другие фланги. Надо очень разумно действовать. Валом идет информация, в том числе в наших СМИ, по поводу того, как все это ужасно и страшно. А я вас и процитировал в начале. По 500 раз в день, да. Вот мы об этом говорим. По 500 раз в день. И вы знаете, что я давно об этом говорю. По 500 раз в день по всем каналам, по всем ток-шоуам рассказываем, сколько еще оружия они выделяют. Какое это страшное оружие. И прочее, прочее, прочее. Кроме всего прочего, есть наше общественное мнение. И работа с ним, она крайне важна. Потому что стабильность внутри страны обеспечивается стабильностью общественного мнения. Если это общественное мнение, с утра до вечера слышат только характеристики иностранного оружия. И не понимают, грубо говоря, так сказать, так что же будет дальше? И нам говорят, вот жуткое оружие туда приходит, приходит. И они его, это самое, обещали не применять. Но, скорее всего, применят и после этого Третья мировая война. А после этого говорят, спокойно, товарищи, все будет хорошо. Не надо беспокоиться. Беспокоиться не о чем. Но! И дальше понеслось, так сказать. Эти пришлют, эти пришлют, эти пришлют. Вот, они, скорее всего, попытаются применить. А дальше что? Спрашивает обыватель. Он говорит, все, спокойно, товарищи. Дальше Третья мировая война. Вы спокойно работаете. ни о чём не беспокоитесь, дальше занимайтесь своими делами, просто будет ядерная война, и всё. Это что, нормальная постановка вопроса, что ли? Это что, работа с общественным мнением? Мне кажется, здесь есть над чем подумать. Но как подумаем, вот тогда Третья мировая война. Да, вот как подумаем, тогда Третья мировая война. Потому что, слушайте, надо же, ещё раз говорю, понимаешь, что люди-то беспокоятся. У нас огромное количество людей реально очень серьёзно за это переживают.